Многие садоводы удобряют почву уже по весне перед высевом и посадкой рассады, либо же непосредственно в лунки или борозды. И я считаю, что это верно, но есть подкормки, которые лучше добавлять в почву уже после плодоношения всех огородных культур по осени. Преимущественно осенью вносятся два вида удобрений – фосфорные и калийные. Фосфор в почве находится в трудноусвояемой форме для любых посадок, но в течение зимы он становится легкодоступным. Одним из лучших органических фосфорных удобрений является натуральная фосфоритная мука. В ней около 20-30% фосфора, и особенно эффективной она будет на кислой почве, так как обладает щелочными свойствами. Это удобрение просто раскидывают по земле и делают перекопку на штык. На сотку требуется примерно 30 кг этого удобрения. Но вместе с известью эту муку вносить в почву категорически запрещено. В качестве аналога можно взять двойной суперфосфат. Он очень популярен и вносится под перекопку. Его нужно закрыть на уровень залегания корней, поскольку только разбросав суперфосфат по почве, никакого эффекта не будет. И лучше будет, если внести его с компостом или навозом. Так продуктивность подкормки сильно возрастает. Калийные же подкормки можно вносить и по весне, но так как большинство из них содержит хлор, осенью будет самое идеальное время, так и хлор выветрится, и калий в почве укрепится. Одним из самых востребованных является сульфат калия. Там около 50% калия и 20% серы, что повышает вкусовые качества и срок хранения будущего урожая. Это удобрение тоже разбрасывается по участку и перекапывается на штык. Аналогом является калимагнезия, содержащая меньшее количество калия. Зато там около 15% магния, который очень важен на песчаниках. Тоже вносим и перекапываем по осени, а весной при посадке можно вносить прямо в лунки с растениями.